Здравствуйте! Вы смотрите программу «Грядки в порядке» в студии Мария Шматкова и кандидат сельскохозяйственных наук Наталья Викторовна Настенко. Здравствуйте, Наталья Викторовна! Здравствуйте! Наталья Викторовна, с какой проблемой чаще всего сталкиваются дачники при выращивании рассады? Дачники выращивают наши дачники рассаду, и это дело очень неприятное, занимательное, но и хлопотное. Потому что рассада бывает очень капризная, и нужно к ней найти подход, чтобы она была и крепкая, и здоровая. И, конечно, часто бывает, что при неправильном уходе она может и заболеть, и пожелтеть, и просто засохнуть. Но даже при должном уходе, вроде кажется, мы делаем все, что от нас зависит, делаем все правильно, а чаще всего наша рассада вытягивается. Это и для овощных культур характерно, и для цветочных культур. И вместо того, чтобы иметь такую приземистую, крепкую, темно-зеленую рассаду, везут наши дачники на дачу вытянувшиеся растения, с тонкими стеблями, с длинными междоозлями, почти уже цветущую, и эта рассада мается, и наши дачники страдают, потому что они знают, что же с ней сделать, как, как исправить эту ситуацию, и вообще, как не допустить эту ситуацию. И вот сегодня мы будем с вами обсуждать эту тему, проблему вытянувшейся рассады. Наталья Викторовна, назовите тогда основные причины вытягивания рассады. Самая, пожалуй, главная причина – это несоблюдение сроков посева. Как только купили семена, сразу хочется посеять, невзирая на погоду, какой месяц за окном. И очень многие дачники хотят пораньше получить и помидорчики, и огурчики к столу своему, получить цветущие букеты цветов, поэтому и выращивают, высевают семена очень рано, в феврале месяце. Когда вы покупаете семена, на каждом пакетике написано, когда сеять. Ну, не зря, наверное, специалисты, агрономы, они нам не просто навязывают сроки посева, они нас направляют на путь истинный. И здесь написано, когда нужно сеять. Придерживайтесь, пожалуйста, этих сроков, потому что биологические ритмы растений никто не отменял. Нужно вовремя высевать тогда, когда положено. Потому что рассады томатов, если и положено быть 60 дней, то когда вы ее везете 90-дневную рассаду, понятно, что ничего путнего, то толкового из этих растений уже не получится. И я придерживаюсь того мнения, что лучше пусть рассадка будет, поменьше срока ей будет. Не 60 дней, пусть будет рассада томатов 45-дневная, 50-дневная, но они будут крепкие растения, пусть лучше они будут поменьше, но лучше. Это самая главная причина, когда неправильные сроки посева. И еще, как только растения дали всходы, появились ростки, сразу же нужно не упустить это время и создавать для растения оптимальные условия выращивания. Потому что посеяли, всходы появились, и мы ждем, когда они подрастут, а потом уже мы будем думать, как их поливать, как за ними ухаживать. Сразу же, сразу, потому что вытягивается сразу, мгновенно и очень быстро. Поэтому от появления всходов создаем правильные, нормальные условия для наших растений. Как не допустить вытягивания рассады? Наталья Викторовна, что необходимо сделать? Ну, самая главная ошибка, вернее, не главная, а начальная ошибка, это загущенное посево. Вот начинаем сеять те же томаты, перцы, баклажаны. Сеем погуще, да, побольше, а нет сразу бы придерживаться нормальных вот этих схем посева. Сделайте бороздки, взяли ящики или кюветы, или какую-то плошку, миску, но посеете вы пореже. Сделайте расстояние между растениями по 2 сантиметра. Когда вы сеете густо, появляются щетки тоже, растения появляются густо, щеткой растут. И потом они начинают вот эту конкурентную борьбу за свет, за грунт, за почву. И вместо того, чтобы развивать корневую систему, они начинают между собой вот это сражаться за свет и за воздух, за питание. Я помню, как... Они сражаются за место, под клацом. Правильно. И когда, я помню, мы посеяли у нас цветочный горшок лобелию, семян было много в пакете, потому что они очень мелкие, мы посеяли вот так россыпью, и они все взошли. Щетка была просто, вот знаете, не было видно земли. И как они благополучно взошли, так же они благополучно начали сразу же и погибать. Я сначала грешила на почву, думаю, наверное, грунт плохой. А потом поняла свою ошибку, что было очень густо. А когда всходы растут густо, вы же еще не можете ничего им сделать. Не пикировать, распикировать и увеличить площадь питания не можете. Поэтому сеем так, как положено. Загущенные посевы являются очень важной причиной вытягивания рассады. Дальше. Сеем мы, посеяли семена. Накрываем сразу ложку или контейнер пленкой или стеклом. И ставим в темное место. Растениям сейчас не нужен свет, потому что они в почве находятся. Им нужна температура и влага. И там они у нас будут стоять. Это под подоконником, в теплом месте. Будут стоять до появления всхода. Не прозевайте вот этот период. Потому что они растут, всходы, очень быстро. За сутки они могут дать до двух сантиметров прироста. А вы забыли заглянуть под стекло или под пленку? Ну, надеетесь, что они еще сидят семена, не наклюнулись. А они уже дали всходы. Поэтому сразу эту пленку нужно снимать, стекло нужно снимать. И всходом сразу давать другие условия. Ставьте свой ящик, свой контейнер на подоконник. Потому что им нужен свет. А тепло, наоборот, мы уменьшаем. А мы, как правило, поставим на подоконник и стараемся, чтобы у нас было тепло растениям. Понимаете, очень важно при появлении всходов уменьшить температуру. Когда вы уменьшаете температуру с 25 до 17 градусов, сразу ваши всходы, маленькие, они приостанавливаются в росте. Они начинают задумываться, что не нужно расти вверх, а нужно давать корневую систему. И вот это подсемидольное колено не вытягивается. Поэтому очень важно. А мы ведь не регулируем температуру в комнате. Стараемся, чтобы было растение покомфортнее, потеплее. Поэтому снижайте температуру до пикировки практически. Потому что высокая температура, она и будет давать вам вот это вытягивание рассады. А мы ее, наоборот, снижаем. А как снижать температуру в комнате? Ну, если у вас регулируемая батарея, значит, перекрывайте батареи. Или если не регулируемая, просто прикрывайте их, проветривайте комнату. Но не тогда, когда у вас рассада стоит на подоконнике, потому что рассада боится сквозняков. Вот, значит, снижаем температуру. Дальше. И свет. Вот вы знаете, если вы будете соблюдать все правила, все условия, но будет растением рассады малого света, она будет вытягиваться. Поэтому обязательно ставим на самое светлое место, которое у нас есть в квартире. Ну, и хорошо тем датчикам, у которых южная сторона, квартира имеет южную сторону. Ну, юго-восточная, юго-западная. Ну, а что делать, если квартира выходит окнами на северную сторону? Да еще и посели очень рано, значит, тогда рассаду нужно досвечивать. Световой день для рассады 12 часов. Вот, если вы посели вовремя, до марта месяца, вот сейчас день у нас уже длинный, как раз почти 12 часов. И подсветка не нужна. А если у вас окно северное, то тогда нужно подсвечивать. И давать именно 12 часов света. Можно лампы как-то закреплять на подоконнике. Лампы дневного света, люминесцентные лампы на высоте где-то 25-30 сантиметров от растения. И давать подсветку где-то на 12 часов. Ночью старайтесь не светить. Растения ночью должны отдыхать, как и люди. У них проходят другие процессы. Так что досветку до 12 часов светового дня делаем. Поэтому понятно, незагущенные посевы, температура пониженная после появления всходов и свет, как можно больше света. Наталья Викторовна, мы посеяли семена. У нас зашла рассада. Мы делаем все для того, чтобы она в будущем не вытянулась. Как правильно за ней ухаживаем весь этот период до высадки рассады в грунт. Как сделать так, чтобы она была крепкой, сильной и прекрасно перенесла стресс от пересадки из горошка, привычного ей места, уже непосредственно в почву. Придется потрудиться, потому что капризная рассада и ее нужно чувствовать. Мы ухаживаем за рассадой. Поставили ее на светлое место, снизили температуру, поливаем. Поливаем по мере подсыхания грунта. Некоторые делают своей рассаде медвежью услугу. В комнате тепло, температуру не снижают. И свою рассадку поливают практически каждый день, стараясь, чтобы она росла побольше. Она и растет, она тянется, потому что ей все преподносится, скажем так, на блюдечке. Ей не нужно, растению не нужно стараться сформировать хорошую корневую систему, чтобы добывать и этой корневой системой из горшка влагу. Все, уже все готово. И она практически дает все силы, направляет на рост вот этих непомерно длинных стеблей, вытянутого междоузля. Поэтому, когда не хотите, чтобы рассада у вас перерастала, значит полив умеренный и температуру понижаем. Не кормим рассаду до пикировки. Практически после того, как распикировали, потом можно рассадку кормить, после того, как она приживется. В любом семечке есть запас питательных веществ, которого ростку хватает на начальном этапе. Вполне достаточно этих питательных веществ. Плюс грунт. Мы же выращиваем рассаду в грунте, там тоже есть питательные вещества и всего достаточно. Поэтому рассаду умеренно поливаем. Поливаем отстоявшейся водой. И хорошо из пульверизатора еще ее побрызгать. Потому что, когда поливаете лейкой, вы очень сильно уплотняете грунт. И поливать нужно очень аккуратно, нежно, по мере подсыхания, как я сказала. И не опоздать с пикировкой. Томаты, перцы, баклажаны мы чаще пикируем, чаще всего. И пикируем рассаду цветов. И для пикировки нужно сразу не брать большую емкость. Потому что маленькому растению, если вы возьмете для томата целый горшок на 1 литр, понимаете, ему очень трудно с этой маленькой корневой системой сразу охватить вот этот грунт. И пикировка, она нужна, она на время как бы приостановит рост рассады. Потому что перераспределит растение свои силы. Оно уже будет давать питание не на рост вот этой надземной массы длинной, а оно будет восстановить поврежденные корешки и новые корешки формировать. Поэтому пикировка, она всегда как бы задерживает вот этот активный рост рассады. И я посеяла у нас в редакции пиларгонию герань. И тоже ее распикировала, вы видите, появились настоящие листочки. В это время можно пикировать рассадку. И я вот в этот горшочек посадила 3 растения. Одному растению здесь было бы очень плохо. Хотя я понимаю, вот этот горшочек, он мал для будущих растений. Но на время он как раз выручит. Потому что сейчас растения маленькие и давать большую тару нельзя. Если бы я взяла обычный горшок под герань, да, как положено, литра на 2, на 3, да посадила одно растение, ничего хорошего бы не было. Поэтому также и при пикировке выбирайте нормальные стаканчики, выбирайте кассеты, пикируйте туда томаты, перцы, баклажаны, цветы. И этим самым вы немножечко рост вот такой активной рассады приостановите. Ведь мы уже не знаем, когда мы выйдем с рассады в теплицу или в открытый грунт. Мы с вами сеем, как положено, допустим, в марте, там в рассаду, в апреле высеваем. Но может так быть, что или холодный май, или заморозки, что приходится рассаду передерживать у нас здесь в квартире. Поэтому, конечно, соблюдаем. И нормальный полив, не обильный. Вовремя ее пикируем и не кормим ее до пикировки. Наталья Викторовна, но если все-таки что-то мы нарушили при выращивании и уходе за рассадой, и рассада начинает стремительно вытягиваться, возможно ли этот процесс притормозить и как-то исправить сложившуюся ситуацию? Ну, делаем все, что в наших силах. Вот пикируете вы томаты, видите, что они вытянувшиеся. Берите, пикируйте с заглублением. Не просто сажайте в горшочек корневую систему, а просто пускайте туда растение практически до самых семядольных листочков. Этим вы тоже приостановите ее рост, потому что будут растения в почве давать новые боковые корешочки, и этим задержим вот такой активный рост. Если у вас цветы перерастают, тот же львиный зевь, или лобели, или бархат, цициня, мы можем прищипнуть, вот когда появились в растении 2-3 листочка уже настоящих после пикировки, а рассада растет, а высаживать еще рано, вы прищипываете точку роста. Прищипнули, растения сразу начинают формировать боковые побеги, притормаживает рост активный вот этого своего стебля, и этим самым мы приостанавливаем активный рост. Но если уж такая критическая ситуация, можно использовать ингибиторы роста. Когда мы обрабатываем растения ростовыми веществами для того, чтобы растение росло, а ингибиторы, они наоборот, как бы приостанавливают рост растений. Но это такая уже, знаете, крайняя мера, потому что рассада и так вытянувшаяся, она уже ослаблена. Тут еще ингибиторы, все-таки это химическая как бы обработка. И когда вы обрабатываете, или есть ингибитор крепыш, есть атлет, нужно обрабатывать растения, очень аккуратно, скажем так, придерживаться инструкций. Количество обработок соблюдайте, правильно разводите, чтобы рассаде своей не навредить. Ну а самое лучшее, создавайте сразу определенные условия, не дожидаться вытягивания рассады, и вести на дачу нормальную, крепкую, здоровую рассаду. Тогда и урожай будет хороший. А сразу предупреждаю, от вытянувшейся, переросшей рассады, конечно, больше хлопот. Спасибо, Наталья Викторовна, за ваши ценные советы. Вы смотрели программу «Грядки в порядке». Всего вам доброго и до свидания. А мы желаем удачи на вашей даче. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова